Овощи. Морковь. Лучшая морковь красная и сладкая. Природа ее горяча во второй степени и влажна в первой. Открывает закупорку, сок листьев дикой моркови, помогает при ушных болях, при болезнях груди, легких и желудка. Делает обильной мочу, согревает почки, очищает матку, вызывает половое влечение и послабление. Употребление моркови делает обильным семя, но она медленно переваривается, растворяет липкую слизь, помогает при болях поясницы и увеличивает половую силу. В современной натуропатии морковный сок занимает главное место и является той основой, которой добавляются почти все другие соки овощей. Капуста. Природа ее горяча в первой степени и суха во второй. Обладает размягчающими свойствами и сваривающими. Препятствует опьянению, полезно хмельному человеку. Если ее сок закапать в нос, то она очистит голову, но ее сок вызывает понос, а мякоть обладает закрепляющими свойствами. Капуста прекращает выделение семени. Если сделать припарку из капустных листьев, то рассосет опухоль почек. Если же женщина во время соития введет ее залу и семена во влагалище, то не забеременеет. Она вызывает сваривание влаг экземы, сыпи и опухолей. Полезна при болях в костях. Не дает содержимому злокачественных опухолей проникать в органы тела. Но она вызывает потемнение в глазах. Ее вредные действия устраняют масла. Если ее семена сжечь, то они изгонят и убьют глистов. А если их приложить к веснушкам, то они выведутся. Капуста излечивает слабость глаз. Для желудка полезно есть сыредку. Если капусту заквасить в холодной воде, то это повредит желудку и размягчит естество. Если женщины введут ее цветки во влагалище, то изгонят плод из утробы и убьют его. Замечено еще одно целебное свойство капусты и моркови. Эти овощи обладают противоязвенным фактором, способствующим быстрому излечению от язв желудочно-кишечного тракта. Свекла. Природа ее горяча и суха в первой степени. Обладает смягчающими, растворяющими и очищающими свойствами. Если ее отваром сделать клизму, то она поможет при колике в пояснице. Если сварить и съесть корень, то семя сделается обильным и усилится половая потенция. Листья ее помогают при ожогах огнем, рассасывают опухоли и открывают их. Но одна вредна для человека слизистой натуры. Ее вредное действие устраняет масла. Если постоянно закапывать в нос сок ее корня, то это поможет при подучии и очистит мозг от той липкой слизи, которая скапливается в нем. Но она разжижает кровь, пучит и образует дурной химус. Огурец. Лучше всего свежий огурец. Природа его холодна и влажна во второй степени. Вызывает головокружение. Семена его очищают кожу лица, придают ей блеск, смягчает и удаляет веснушки. Он излечивает кашель, который возникает вследствие жара. Нагоняет сон. Уменьшает жар. Выводит желтую желчь. Делает обильное мочу и помогает при язвах почек и мочевого пузыря. Но он вызывает холодную форму лихорадок. Его вредное действие устраняет мед. Тыква. Она бывает двух видов. Сладкая и горькая. Лучше свежая и сладкая. Природа ее холодна и влажна в третьей степени. Помогает при головной боли. Опухоли мозга горячей природы. Менингите горячей формы. Застарелой головной боли горячей природы. Она делает зубы блестящими и белыми. Ее сок прекращает выделение желтой желчи. Помогает при желтухе и горячей природе печени. Утоляет жажду и вызывает послабление. А горькая тыква рассасывает уплотнение селезенки. Людям с холодной натурой ее есть не рекомендуется. Шпинат. Лучшим является шпинат, который растет в дождливую погоду. Природа его холодна во второй степени и влажна в первой. Обладает размягчающими и увлажняющими свойствами. Размягчает грудь и помогает при кашле. А его семена помогают при боли в груди. Вызывает понос и останавливает выделение желтой желчи. Шпинат быстро покидает желудок и не вызывает ветра, подобно другим видам зелени. Он полезен при болезнях горячей природы, но вреден при холодной натуре тела. Его вредное действие устраняет корица. Редька. Природа ее горяча и суха во второй степени и обладает разреживающими свойствами. Ее сок очищает глаза и придает им блеск. Семена ее способствуют поседению волос. Обилию молока у женщин улучшают голос. Если съесть редку до еды, то она мешает пище из глотки спуститься вниз и вызывает рвоту. Но если съесть ее после еды, то она способствует перевариванию пищи, останавливает выделение слизи в желудке, открывает закупорку печени и делает обильным семя. Сок ее полезен при водянке, а в смеси с медом вылечивает злокачественные язвы. Ее масло помогает при болях в костях и излечивает лишай. Вредное действие редки устраняет мед. Если растолочь редьку без листьев, взял 29,5 граммов ее сока и выпить натощак, то растворятся крупные и мелкие камни и выйдут из мочевого пузыря. Сок ее листьев помогает при желтухе и камнях, делает обильным семя и укрепляет половой член. Латук. Лучшим видом является латук желтого цвета, который растет в огороде. Природа его холодна и суха во второй степени. Он усыпляет человека, устраняет бессонницу. Его сок помогает при кашле и горячей форме головной боли, которая возникает от жара. Употребление латука делает обильным молоко у женщин. Полезен латук для желудка. Устраняет кислую отрыжку. Но латук ослабляет зрение. Его вредное действие устраняет петрушка. А заменителем является цикорий. Не следует мыть латук перед тем, как съесть, ибо природа его извратится. Те, кто страдают ночными полюциями, должны съесть семена латука, и это больше не повторится. Паржа. Лучший вид огородный и молодой. Природа ее уравновешена. Обладает открывающими свойствами. Вызывает головокружение. Ее семена делают обильным молоком у женщин и открывают закупорку. А также гонят мочу и вызывают месячные. Она излечивает слизистые лихорадки. Открывает мочу при закупорке. Увеличивает половую силу и делает роды легкими. Способствует удалению запаха пота. Но примерно 6 граммов ее семян вызывают охлаждение желудка. Цикорий. Природа его холодна и влажна в первой степени. Одни утверждают, что сухая. Обладает отрывающими свойствами. Если сделать припарку из цикория, то рассосет кровоизлияние в глазу. А если закапать в глаз млечный сок дикого цикория, то выведет бельмо. Дикий цикорий на вкус горький и во всех отношениях сильнее огородного. Если его сок выпить, то это укрепит сердце. Цикорий вызывает образование хорошего химуса. Он лучше, чем латук. Летом он становится более горьким, но от солнечного жара теплота его немного увеличивается и природа становится уравновешенной. Человек не полнеет от цикория. Щавель. Природа его холодна и суха во второй степени. Обладает закрепляющими свойствами. Он укрепляет органы живота. Закрепляет естество и устраняет тошноту. Но он уменьшает половую силу. Если жевать семена и листья щавеля, то укрепляются зубы и десна. Петрушка и сельдерей. Лучший вид огородный. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает открывающими свойствами. Успокаивает холодную форму головной боли. Делает приятный вкус во рту. Устраняет запах лука, чеснока и вина. Облегчает дыхание. Помогает при опухолях молочной железы. Выводит ветры, мочу, месячные. Растворяет камень и помогает при болезни почек. Петрушка убивает мелких и крупных листов в животе и выводит их. Изгоняет после усиливает половую потенцию. Если беременная женщина съест много петрушки, то выкинет плод. Если семена растолочь, смешать с коровьим маслом и есть в течение трех дней, то это очень усилит половую потенцию. Кора корня петрушки. Природа ее горяча и суха во второй степени. Обладает разреженными, растворяющими и открывающими свойствами. Семена петрушки. Природа их горяча и суха во второй степени. Они открывают закупорку почек, вызывают мочеиспускание и месячные. Семена действуют сильнее, чем листья, ибо они открывают скрытые дыхательные поры. Заменителем ее является фенхель, люцерна пассивная. Лучшим видом является молодая и зеленая люцерна. Природа ее горяча и влажна. Обладает открывающим действием. Она делает обильным молоко у женщин и усиливает половую потенцию. Принадлежит к числу средств, способствующих сильному вполнению тела. Но она вредна для желудка. Ее вредное действие устраняет снотворный мак, который съедает после нее, а затем латук и маринованный огурец. Ее семена делают обильным семя и молоко, вызывают послабление. Баклажан. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает высушивающими свойствами. Если его разварить в воде и выпить полученную кашицу, то из мочевых путей выведется черная желчь и растворится. Но сам он вызывает образование черной желчи. Его вредное действие устраняет масло. Репа. Лучше является огородная и свежая репа. Природа ее горяча и влажна во второй степени. Вызывает головокружение. Если съесть ее много, то обострит созрение. Ее семена выводят веснушки. Она делает обильным женское молоко. Увеличивает количество мочи. Ее сок уменьшает подагрические узлы. Но она вызывает ветры. Пастернак. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает вяжущими и согревающими свойствами. Если корень его отварить и съесть, то это поможет при болезни заднего прохода. Если корень съесть сырым, то окажет согревающее действие и сделает обильной мочу. Помидоры. Вкус кислый. Содержит много органических кислот, которые способствуют пищеварению. Лучшие помидоры те, которые поспели, а не дозревают дома. Способствуют устранению запоров и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Помидоры желательно употреблять в салатах со сметаной или растительным маслом. После них не рекомендуется есть белковую или крахмалистую пищу, так как кислоты, содержащиеся в них, плохо сочетаются с этими продуктами. По этой же причине не рекомендуется пить томатный сок после еды, лучше выпить его до еды. Кабачки. Полезны при малокровии и обладают общеукрепляющими свойствами из-за большого содержания в них каротина и витамина С. Усиливают перистальтику кишечника и не дают телу поправиться. Арбуз. Лучшим является сочный, мясистый и сладкий арбуз. Природа его холодна и влажна. Вызывает болезненную жажду у людей слизистой натуры и скопление слизы в печени. Обладает хорошими мочегонными свойствами. Промывает почки, но он вреден для груди. Вредное действие арбуза устраняет мед, которым заедает его дыня. Лучше является самаркандская и сладкая дыня. Природа ее холодна и влажна во второй степени. Она делает обильной мочу и очищает ее. Если ее корку прилепить к колбу, то можно вылечить простуду. Она прекращает гнойные выделения, согревает почки и очищает их, а также очищает мочевые пути и выводит камни. Если же отжать масло из семян дыни, то его применение поможет при язве мочевых путей. Употребление дыни делает лицо блестящим, вылечивает лишай. Если ее нежной мякотью смазывать пятна витилиго, то они пройдут. Дыня способствует лечению лихорадки. Но если съесть ее слишком много, то наоборот заболеешь ею, ибо ее соки превращаются в желтую желчь. В день, когда съедена дыня, не следует есть яйца и молоко, ибо они могут повредить организму человека. Семена дыни. Их природа горяча и влажна. Они очищают кишечник и усиливают половую потенцию. Открывают закупорки и делают обильное мочу. Очищают почки и мочевые пути. Устраняют чувство жжения при мочеиспускании. Очищают печень, но вредны селезенки. Вредное действие устраняет мед. Следует давать от 6 до 15 граммов их семян. Они делают обильным женское молоко и чрезвычайно укрепляют половой член. Картофель относится к крахмалистым овощам. Способствует накоплению в организме слизи. Наиболее ценные вещества в нем располагаются в кожуре, которая почти всегда удаляется. Поэтому, чтобы получить от картофеля максимум пользы, его необходимо готовить и потреблять вместе с кожурой на пару, либо запекать. Чтобы убедиться, какие минеральные вещества уничтожаются при очистке картофеля, можно проделать простой опыт. При погружении разрезанной картофелины в йод, внутренняя часть ее станет голубой от крахмала, а поверхностная часть своего цвета не изменит. Там содержатся минералы, витамины. В народе давно известен способ лечения картофельным соком, заболеваний желудочно-кишечного тракта, вследствие повышенной кислотности. Нужно взять картофель хорошего качества, натереть его вместе с кожурой, предварительно тщательно промыл и отжать сок. Сок надо пить за 30 минут до еды 3 раза в день по 1,4 стакана. Постепенно эту дозу увеличивают до 3-4 стакана. Сок должен быть свежевыжатый и стоять не более 10 минут, потому что он быстро окисляется. Гастриты и колиты излечиваются за 4-6 недель. В тяжелых случаях при язвенной болезни лечение требуется от 6 до 8 недель. Рекомендуется также проводить профилактические курсы весной, когда появляется ранняя картошка и осенью. Для улучшения вкуса картофельного сока можно смешать его с клюквенным или с медом, но эффект будет слабее. После февраля лучше отказаться от употребления картофеля полностью. В нем уменьшается содержание крахмала, витаминов и начинается образование, особенно если картофель прорастает, солонина, который в больших дозах может вызвать тяжелые отравления. Комментарии для лучшего использования овощей. Первое. Первое блюдо вашей трапезы должен составлять свежий салат из овощей по сезону. Летом больше используйте охлаждающие овощи, например огурцы, а зимой разогревающие, например морковь. Овощи, принятые в начале еды, значительно облегчают пищеварительный процесс. Второе. Если вы намереваетесь съесть белковую пищу, то салат должен состоять в основном из листовых овощей, нейтрального либо горького вкуса. Капусты, петрушки, латука, огурца, редиса и так далее. Если вы собираетесь съесть крахмалистую пищу, то используйте слабокрахмалистые овощи сладковатого вкуса, морковь, свеклу и немного нейтрального капусты. Третье. Широко используйте в своем питании свежевыжатые овощные и фруктовые соки. Вспомните, даже древние мудрецы о соках растения говорили как об энергии, циркулирующей в организме и превращающейся в другие ткани, семя и импульсы. Соковая терапия одна из самых мощных и приятных вещей. О свойствах соков указано в третьей части первого тома книги «Целительные силы» либо в другой специальной моей книге. При этом фруктовые соки в основном способствуют очищению организма овощные питания. В наш век поголовной химизации полезно будет знать, какие части растения содержат наибольшее количество нитратов. Нитраты – минеральный азот, которым удобряют растения. Попадая в организм человека, он превращается в нитриты, которые заметно вредят нашему здоровью, подавляя дыхание клеток. Основное количество нитратов свыше 70% попадает к нам с картофелем, овощами и бахчевыми культурами. Однако, каждая хозяйка может в значительной степени обезвредить блюда из овощей, которые подают к столу. Вот некоторые рекомендации, которые помогут в этом. Покупая раннюю зелень, не берите сломанные и надорванные листья салата, петрушки и шпината. Свежую зелень лучше всего есть целиком. При измельчении образуется очень много нитратов. Происходит быстрое окисление и превращение нитратов в нитриты. В кожуре клубня картофеля нитратов больше, чем в мякоти. В 1,1-1,3 раза. Накопителем нитратов является сердцевина, кончик и верхушка столовой свеклы. При приготовлении блюда из нее необходимо отрезать верхнюю и нижнюю часть корнеплода. В белокочанной капусте наибольшее количество нитратов – кочерыжки. Наружные листья содержат их в два раза меньше, чем внутренние. В моркови зона высокой концентрации нитратов – верхушка, кончик корнеплода и сердцевина. Редиску лучше употреблять нормального размера и круглую. В ней содержится значительно меньше нитратов, чем в крупной и продолговатой. Причем в середине корнеплода меньше нитратов, чем в кожуре. Содержание нитратов в огурцах и кабачках уменьшается от плодоножки к верхушке плода. В кожице их больше, чем в мякоти. Поэтому перед употреблением пищи необходимо отрезать часть плода, примыкающие к хвостику. Это касается и плодов патиссонов. Первоначальная обработка продуктов, очистка, мойка, сушка снижает содержание нитратов почти на четверть. При термической обработке одна часть нитратов разлагается, другая переходит в отвар. При варке картофеля в воду выходит от 20 до 40% нитратов. На пару 30-70%. При жарке на сковородке 15%. Во фритюре 40%. Вымачивание малоэффективно. Исключение составляет картофель. Если очищены клубни, замочить на сутки в 1% растворе соли или аскорбиновой кислоты, а потом обжарить во фритюре, в них останется лишь 10 или 30% нитратов. Но при этом в раствор перейдут многие витамины и минеральные соли. В крупной свекле, сваренной целиком, количество минерального азота снижается на 30%, а в моркови наполовину. Установлено, что при варке овощей в первые 15 минут большая часть нитратов переходит в отвар. Поэтому рекомендуется перед закладкой их в щи, борщ или суп предварительно отварить. Особенно это важно при готовке блюд детям, больным и престарелым. При получении свежевыжатых соков, морковный сок переходит более 40% нитратов, в свекольный почти 80%. Доктор Уокер, однако, утверждает, что удобрения остаются в клетчатке растений. В томатном соке, подвергнутом термической обработке, количество нитратов снижается в два раза. Чем дольше стоит сок, тем больше он становится вредным, так как все больше нитратов превращается в нитриты. Вино и сборов старых виноградников почти не содержат нитраты. Но в погоне за сверхурожаями сейчас вносятся столько удобрений, что в бутылке может оказаться более 30 мг нитратов. При солке и консервировании овощей происходит следующее. Если огурцы засолены без приправ, нитраты постепенно переходят в рассол, а через месяц вредных солей в овощах становится примерно в три раза меньше, чем в исходном продукте, а через полгода в 5-6 раз. Если консервируют по правилам, то чеснок, укроп, петрушка и сельдерей, обладающие большим количеством минерального азота, повысят его содержание и в консервированном продукте. Например, если в свежих помидорах его содержится 55,8 мг на килограмм, то в соленых его будет 99,2, а в рассоле 157 мг. При квашении капусты происходит следующее. Сначала овощи активно выделяют сок и на восьмые сутки содержат лишь около 35% нитратов от исходного количества. Но два месяца спустя нашинкованная капуста вновь начинает их впитывать. Если овощи заморожены, то их лучше в замороженном виде бросать в суп и борщи, а также тушить. При медленном размораживании в них идет активное преобразование нитратов в нитриты. Уменьшается содержание нитратов при зимнем хранении овощей. Установлено, что через 3 месяца в картофеле остается примерно 85% нитратов, через полгода около 30%, в моркови 70% и 44%. Для других овощей картина аналогична, но если закладывается на хранение грязные, травмированные или пораженные грибками и болезнями овощи, то картина будет совершенно иная. Поэтому постарайтесь покупать только чистые овощи без каких-либо дефектов. Приправы и специи. Лук огородный. Он бывает четырех видов. Лучшим является белый лук. Природа его горяча и суха в четвертой степени. Обладает отрывающими и разреживающими свойствами. Если его сок закапать в глаз или начинающийся катаракт, то это позволит предохраниться от нее, очистит глаза и улучшит зрение. Он вызывает аппетит, размягчает естество и усиливает половую потенцию, а также удаляет желтизну кожи, открывает устья сосудов, приводит в движение кровь и оттягивает ее к наружной части тела, вылечивает лишай, витилиго и проказу ногтя. Он устраняет вредные действия различных видов вод и ядов. Лучше всего употреблять его в жареном или вареном виде. Если смешать сок лука с солью и приложить к бородавкам, то они исчезнут. Если лук есть в пути, то это предохранит от вредного действия перемены воздуха и воды. Если человек выпил слабительное лекарство, то пусть понюхает луку. Это укрепит желудок. А если лук зарыть в горячий очах, чтобы хорошенько испечь и съесть в горячем виде, то это вызовет месячные, прекратит выделение слизы и размягчит грудь. Чеснок бывает огородным и диким. Лучшим является тот, который имеет крупную головку. Природа его горячая и суха в четвертой степени. Удаляет темные круги вокруг глаз. Делает приятным соитие для человека, который не испытывает удовлетворения. Возвращает голос. Помогает при кашле слизистой природы. Изгоняет мелких и крупных листов. Делает обильными месячные и мочеиспускания. Выводит послед из матки. Вылечивает геморрой. Помогает при болях поясницы. Усиливает половую потенцию. Улучшает цвет лица и делает его румяным. Также полезен для селезенки. Но он вызывает образование язв, слабость глаз и головную боль. Его вредное действие устраняет уксус и масло. Заменителем дикого чеснока является огородный в двойной дозе. Кардамон. Мелкий кардамон. Природа его горяча и суха во второй степени. Хорош тот вид, запах которого острее. Его полезные свойства и силы аналогичны свойствам гвоздики. Кардамон помогает при холодной природе желудка и печени. Прекращает рвоту. Делает приятным запах изо рта. Укрепляет сердце и веселит душу. Согревает желудок и печень. Устраняет отрыжку, тошноту и рвоту. Прекращает истечение мочи по каплям. Согревает охлажденные органы и укрепляет их. Доза его на прием 1,5 грамма. Но он вреден для печени. Гвоздика. Природа ее горяча и суха во второй степени. Лучшим видом гвоздики является та, которая обладает острым запахом, на вкус сладка и чуть-чуть горьковата. Укрепляет холодный по природе мозг. Делает приятный вкус во рту. Устраняет запах износа и шум в ушах. Способствует укреплению волос на голове. Обострению зрения. Удаляет бельмо и желтую желчь. Укрепляет и согревает желудок. Устраняет отрыжку и рвоту. Укрепляет сердце и печень. Увеличивает половую силу. А если женщина каждый месяц будет мыть голову отваром гвоздики, то не забеременеет. Доза ее на прием 1,5 грамма. Заменителем является мускатный орех. Заменителем может служить и корица. Корица. Наиболее хорош тонкий и красноватый вид. Природа корицы горяча и суха в первой степени. Полезна для желудка и устраняет его слабость. Она выводит слизь и влажное выделение и устраняет истечение мочи по каплям. Делает тело полным. Доза ее на прием 2,2 грамма. Корица открывает закупорку почек и матки. Делает обильными месячные и мочеиспускания. Очищает почки и мочевой пузырь. Убивает глистов. Говорят, что если растолочь 1,5 грамма корицы, смешать с медом и смазать смесью зуб, который шатается и болит, то это успокоит боль и укрепит зуб. Но она вредна для селезенки и может вызвать образование язвы. Ее вредное действие устраняют семена петрушки. Имбирь. Он бывает двух видов. Китайский и индийский. Природа его горяча в третьей степени и суха во второй. Обладает разреживающими свойствами. Помогает при параличе и искривлении лица. Способствует лечению болезней, которые возникают от слизи и холода. Обостряет разум и устраняет заплетение языка. А если ввести имбирь в глаза, то это устранит потемнение в них и выведет густые влаги из горла. Имбирь рассеивает ветры и способствует перевариванию пищи. Согревает желудок и печень. Растворяет дурные влаги, скопившиеся в желудке и очищает его. Усиливает половое влечение и делает соитие приятным. Если женщины введут имбирь с медом во влагалище. Доза его на прием полтора грамма, но он вреден для людей с горячей натурой. Его вредное действие устраняют лепешки камфоры. Заменителем является перец. Перец черный. Природа его горяча во второй и суха в четвертой степени. Обладает разряжающими свойствами, успокаивает нервы, растворяет слизь и полностью прекращает ее выделение. Устраняет потемнение в глазах, а также слезотечение, если ввести в глаз. Полезен при кашле, который возникает от холода. Прекращает влажное выделение. Вызывает аппетит и способствует перевариванию пищи. Рассасывает опухоль селезенки, согревает желудок и печень. Выводит плоских глистов. А если ввести во влагалище, то он предохранит женщин от беременности. Перец относится к противоядиям. Смесь перца и соды поможет при витилиго. Но перец истощает тепло. Заменителем является белый перец в половинной дозе. Перец белый. По своим качествам он чуть слабее черного перца. Очищает слизь и черную желчь. Доза его на прием 2,2 грамма. Но он высушивает семя и прерывает беременность. Вреден для почек. Его вредное действие устраняет мед. Заменителем является имбирь. Мята. Лучшим видом является мята с редкими листьями. Природа ее горяча и суха в первой степени. Она обладает смягчительными свойствами. Помогает при язвах и шуме в ушах. Выводит с лица веснушки. Устраняет запах лука и чеснока изо рта. Помогает при затрудненном дыхании и болезнях груди. Растворяет черную желчь. Удаляет слизь и вылечивает желтуху, а также водянку. Вызывает месячный. Изгоняет глистов из живота. Прекращает отрыжку. Мята подавляет половое влечение и заставляет потеть. Если ее отваром смазать тело, то можно исцелить экзему и зуд. Она также поможет при проказе, которая возникла от избытка слизи. Сок мяты полезен при крапивнице, расширении вен и слоновой болезни. Доза ее на прием 4,4 грамма. Но мята вредна для почек. Ее вредное действие устраняет сок солодки. Уксус. Лучшим является винный уксус. Природа его холодная и суха во второй степени. Обладает отрывающими и рассасывающими свойствами. Помогает при всех видах головной боли горячей природы. Очищает голову от перхоти. Способствует перевариванию пищи и укрепляет желудок. Усиливает половое влечение. Прекращает выделение слизи. Помогает при водянке и утоляет жажду. Уменьшает выделение семени. При выпадении заднего прохода полезно посидеть в уксусе. Но если его употреблять в большом количестве, то это вызовет истощение организма человека. Его вредное действие устраняет мед. Заменителем служит сок незрелого винограда. Лавр благородный. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает растворяющими и разреживающими свойствами. Помогает при болезнях нервов, параличи и искривлении лица. Способствует росту волос. Помогает при удушье. Растворяет камни и помогает при всех болезнях мочевого пузыря. Открывает закупорку печени и рассасывает уплотнение селезенки. Лечит водянку. Убивает мелких и крупных глистов. Вызывает месячные. Вылечивает витилиго. Рассасывает опухоли. Является противоядием против всех ядов. Помогает при болях в костях, пояснице и болезни седалищного нерва. Доза его на прием. Плоды черной костянки. Полтора грамма. Вреден для печени. Если принять ванну в отваре листьев лавра, то это поможет при болезнях мочевого пузыря и матки. Если растолочь и съесть кору корня в дозе 1,62 грамма, то раздробятся камни, умрет плод и изгонится. Если вымочить костянки в воде и ту воду разбрызгать в доме, то мухи улетят прочь. Эстрагон. Лучшим является свежий эстрагон. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает вытягивающими свойствами. Полезен для зубов. Помогает при всех видах злокачественных язв. Укрепляет желудок. Если разжевать его, то он устранит дурной запах изо рта. Если во время эпидемии чумы пить сок эстрагона, то он предохранит от болезни. Слюногон. Корень дикого эстрагона. Лучший вид. Плотный корень беловатого цвета. Маслянистый. На вкус острый и обжигающий. Природа его горяча и суха во второй степени. Помогает при болезнях нервов, телесной слабости, параличе, простуде, столбнике и всех видах застарелых недугов холодной природы. Он вытягивает слизь из головы, прекращает образование слизи в желудке и вызывает понос. Если его маслом смазать половой член, то усилится половая потенция, а семя станет обильным. Если же корень растолочь, мелко просеять, смешать с медом и этой смесью смазать половой член, то соитие сделается удивительно приятным. А если смазать тело, то сильно вспотеешь. Доза его на прием 0,36 грамма, но он вреден для легких. Его вредное действие устраняет корень солодки или ее сок. Слюногон усиливает половое влечение у людей с холодной натурой. Если корень слюногона растолочь, провеет, положить в мешочек, опустить туда мошонку и оставить на 24 часа, то укрепится половая сила у людей с холодной натурой. Если его мелко растолочь, смешать с медом, сделать кашку и съесть, то это усилит половую потенцию. Укроп. Лучшим видом является огородный укроп с желтыми цветками. Природного горяча и суха во второй степени. Обладает переваривающими свойствами. Успокаивает естество и нагоняет сон. Помогает при головной боли холодной природы, а также при ушной боли. Делает обильным молоко у кормящих женщин. Помогает при болезнях слизистой природы. Вызывает рвоту. Растворяет камень. Полезен при болях в пояснице. Размягчает плотные опухоли. Но он вреден для глаз. Заменителем его является ромашка. Если сделать из укропа припарку и проложить к выступающим наружу геморроидальным узлам, то он поможет. Если его семена смешать с мучной болтушкой и выпить, то у женщин появится обильное молоко. А если смешать с едой и съесть, то это поможет при ветрах в теле. Доза на прием 14,7 грамма. Заменителем является корица и гвоздика. Квасцы. Природа их холодна в первой и суха во второй степени. Обладает вяжущими и высушивающими свойствами. Они укрепляют зубы и успокаивают боль. Разъедают дикое мясо, а также прекращают влажное выделение из матки и усиленное выделение пота. Тмин обыкновенный. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает разреживающими свойствами. Относится к числу лекарств, полезных при сердцебиении и простуде. Лучше всего он действует на желудок, изгоняет круглых и плоских листов. Чрезмерное употребление тмина иссушает тело. Доза его на прием 5,88 грамма. Заменителем является анис и семена фенхеля. Говорят, что он вреден для легких. Его вредное действие устраняет чабер. Анис. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает открывающими свойствами и делает обильными выделениями. Если сделать окуривание анисом, то это помогает при всякой простуде. А пары его помогают при холодной форме головной боли и делают приятным вкус во рту. Очищает грудь и легкие от вредной влаги. Вылечивает кашель. Растворяет черную желчь и выводит ее. А также выводит ветры из тела. Открывает закупорку печени, селезенки и почек. Устраняет задержку мочи. Подсобствует нормальному протеканию месячных и усиливает половое влечение. Помогает при всех лихорадках слизистой природы. Устраняет вредное действие ядовитых лекарств и оказывает патагонное действие. Размягчает опухоли. Доза его на прием 2,94 грамма. Но он вреден для мочевого пузыря. Его вредное действие устраняет сироп, солодки. Заменителем являются семена фенхеля. Если смазать зубы соком аниса, то это сделает приятным запах изо рта. Очистит рот и корни зубов. Фенхель. Бывает двух видов. Дикий и огородный. Лучшим является зеленый и молодой. Природа его горячая и суха во второй степени. Обладает сваривающими свойствами. Если его сок закапать в глаз, то он улучшит и обострит зрение. Фенхель делает обильным молоком. Отвар его корня изгоняет плод из утробы. Делает обильными мочи и спускания и месячные. Дробит камень. Открывает закупорку печени и выводит ветры из тела. Если сделать окуривание фенхелем, то это поможет при геморрое и отрыжке. Фенхель вылечивает оспу. Доза его на прием 4,4 грамма. Он вреден для почек. Вредное действие его устраняет Петрушка. Прародитель Адам сказал, если человек, начиная с первого весеннего дня, когда солнце вступает в созвездие Овна и вплоть до того времени, как оно вступит в созвездие Рака, то есть до первого летнего дня, будет есть ежедневно по 4,4 грамма семян фенхеля с таким же количеством сахара, то в течение года он не будет знать болезни и будет здоров. Когда наступает зима, змеи уходят под землю и опухают, а глаза их слепнут. Но весной эти слепые змеи выползают наружу и ищут фенхель. А когда находят его, то съедают, либо прикладывают к глазам. И глаза у них прозревают. Горчица. Лучше является свежая горчица. Природа ее горяча и суха в четвертой степени. Обладает жгучими и разъедающими свойствами. Помогает при параличе, заплетении языка, забывчивости и дрожи в конечностях. Она прекращает скопление слизи в голове, открывает все закупорки, вызывает рвоту и улучшает цвет лица. Убивает мелких и крупных листов, делает обильными месячные и увеличивает половую силу. Способствует перевариванию пищи и делает разреженными густые влаги. Она открывает закупорку матки. Если положить припарку на область селезенки, то ее уплотнение рассосется. Горчичное масло помогает при болезни седалищного нерва, витилиго, проказе или шае, а также экземе. Доза ее на прием 1,5 грамма, но она вредна для мозга. Ее вредное действие устраняет уксус. А заменителем являются семена кресса. Лучший вид семян красный и маслянистый. Их свойства таковы, что если их бросит в виноградный сок, то он не станет бродить и не превратится в вино, а останется сладким. А если сделать окуривание ими, то звери разбегутся. Снадобе из горчицы полезно тому, кто страдает лишаем. Возьмите размельченную горчицу на куске шерсти или льна и много раз трите после бани то место на теле, пока не выступит кровь, а затем смажьте порошком горчицы, чтобы вышло много желтой воды. Хрен обладает выраженными противослизистыми свойствами, очищает организм от слизи, открывает закупорки, усиливает работу желудочно-кишечного тракта, вызывает аппетит, помогает при сниженной кислотности, заболеваниях желчного пузыря, атонии кишечника. Хрен отличное мочегонное средство, его применяют при водянке, камнях в мочевом пузыре, ревматизме, подагре, заболеваниях органов дыхания с влажным кашлем. Издавна известные способы лечения хреном сердечно-сосудистых заболеваний, стенокардии и шемии. Для этого натирают свежий хрен, одну чайную ложку и добавляют мед, чтобы все количество меда и хрена не превышало одной столовой ложки. Съедают эту смесь натощак за час до завтрака, принимают ее не более 30 дней. При неприятных ощущениях дозу хрена снижают, затем постепенно доводят до одной чайной ложки. Лечение нельзя возобновлять ранее, чем через два месяца. Во время лечения не курить, не употреблять алкоголь и не перенапрягаться. Рекомендуется провести от 5 до 6 месячных курсов в течение трех лет. Хрен обладает сильнейшими антисептическими свойствами. Даже маленький его кусочек, положенный в различные рассолы, маринады, спасает их от плесневения, порчи и улучшает вкус продуктов. Для смягчения остроты хрен смешивают с орехами, лимонным соком, сырой натертой свеклой или ее соком. Вот прекрасное средство для очищения организма от слизи. Соус из хрена, который не повреждает слизистые оболочки и не раздражает их, выводит слизь. Берут 150 граммов кашицы хрена и сок 2-3 лимонов. Эту смесь принимают 2 раза в день, по половине чайной ложки натощак и еще перед обедом. Соус считается свежим и пригодным для употребления, если он простоял в холодильнике не более недели. В начале прием хрена вызывает слезотечение, неприятные ощущения в голове, но лечение продолжают несколько дней. Если эти ощущения исчезли, значит организм освободился от слизи. После этого попейте свежевыжатый морковный сок до еды. Он поможет вывести из организма растворившуюся благодаря хрену слизь и укрепить слизистые оболочки всего организма. Комментарии для лучшего использования приправ и специй. Нашими предками опытным путем были выявлены растения, которые своими особыми свойствами способствовали человеку, обладающему неуравновешенной природой, то есть конституцией, и вернуть уравновешенность. Приправы и специи можно разделить на два вида. Одни способствуют поднятию теплотворных функций тела, их большинству, а другие уксус и квасцы способствуют охлаждению. При этом освобождают организм от слизи, а также выполняют ряд нужных действий по нормализации работы организма. Замечено, что с возрастом утрачиваются теплотворные функции организма, а разогревающие специи, стимулирующие эту функцию, являются очень действенным средством ее поддержания. Именно по этой причине они так высоко ценились и будут цениться. Тем более в холодное время года. Охлаждающие свойства весьма хороши для лиц с горячей природой тела и особенно в теплое время года. Итак, как показало описание приправ и специи, они своими вкусовыми свойствами прекрасно стимулируют жизнедеятельность организма. Их рекомендуется добавлять в салаты и каши. Они очень действенные рычаги для выравнивания перекоса конституции организма. Травы. Вербена. Это травянистое растение, листья которого похожи на листья дуба. По народному поверью, если разбрызгать отвар вербены в доме, то среди его обитателей воцарит любовь. Календула. Природа ее горяча и суха во второй степени. Обладает рассасывающими свойствами и излечивает застарелый недух сердца. Сок способствует выкидышу младенца, поэтому не следует хранить растение рядом с беременной женщиной. Правильно надо было так сказать. Сок способствует выкидышу плода, поэтому не следует хранить растение рядом с беременной женщиной. Если смазать поясницу, то это поможет при задержке месячных. Если выпить сок натощак, то он поможет при отравлении всеми видами ядовитых лекарств. 14,7 грамма сиропа может повредить желудку. Его вредное действие устраняет ревень. Если ее цветы рассыпать в доме, то мухи его покинуть. Если размельчить ее корень, сделать припарку и приложить к спине, то это усилит половое влечение. А если корень размельчить, отжать сок и закапать в нос, то это успокоит зубную боль и выведет обильную слизь. Если бесплодная женщина ведет во влагалище свечи из календулы, то она родит ребенка. Но календула вредна селезенке. Ее вредное действие устраняет мед. Аир. Он белого цвета с черноватыми точками. На вкус горьковатый, очень полезен при крапивнице. Шалфей лекарственный. Если сварить стебли этого растения вместе с листьями и дать отвар выпить женщины, то это сделает обильными месячные. А также он изгонит мертвый плод из утробы. Если выпить его сок или смазать голову, то вызовет почернение волос и рубцевание язв, вылечить сыпь. Ромашка. Природа ее горячая и суха во второй степени. Обладает рассасывающими свойствами. Если умыться ее соком, то это нагонит сон. Корень помогает женщине, у которой молоко затвердело в груди и исцеляет холодные опухоли. Отвар корня гонит мочу, вызывает месячные, выводит кровь, свернувшиеся и задержавшиеся в желудке. Излечивает холодные опухоли, а также исцеляет опухоли матки и рассасывает их. Масло ромашки. Заставляет потеть и помогает при костных болях. А также вызывает рубцевание, злокачественных язв и помогает при геморрое. Оно согревает все холодные члены и помогает простуженному. Доза на прием 5,88 грамма. Но ромашка вредна для почек и мочевого пузыря. Заменительным является цитварная полы. Говорят, если отжать сок свежего растения и смазать яички, то усилится половая сила. Запах ромашки способствует потоотделению. Но если съесть 8,8 грамма ее с медом, то она выведет ту кровь, которая стекла в желудок. Ромашка помогает при водянке, желтухе, геморрое и открывает устье геморроидальной шишки. Но она вредна для желудка. Ее вредное действие устраняет анис. Ромашка благородная. Лучший вид растения тот, сердцевина которой желтая. Краевые листки белые, а запах острый. Она появляется весной. Природа ее горяча и суха в первой степени и обладает растворяющими свойствами. Помогает при всех видах головной боли холодной природы. Если смазать голову, то укрепит мозг и устранит слезотечение. Ее пары помогают при ушной боли, которая возникает от холода. Она делает обильными мочеиспускание и месячные. Изгоняет плод из утробы. Если ее выпить или принять в ванну в ее отваре. Она помогает при колике и опухоли кишечника, печени. Размягчает плотные опухоли и успокаивает боль. Заменителем служит укроп. Она вредна для горла. Ее вредное действие устраняет мед. Заменителем ее, как средство, укрепляющее мозг и снимающую головную боль холодной природы, является полынь-чернобыльник, боярышник колючий. Если его корнем трижды слегка прикоснуться к беременной женщине, то она выкинет плод, будь он живой или мертвый. Боярышник дикий. Лучшим видом является спелый боярышник. Природа его холодная и суха во второй степени обладает вяжущими свойствами. Если его сварить и отваром прополоскать десна, то они укрепятся и из них остановится кровотечение. Боярышник закрепляет естество и останавливает продвижение всех веществ по кишечнику. Прекращает выделение желтой желчи. Он усиливает печень и желудок, обладающие горячей природой. Доза его на прием 14,7 грамма. Его вредное действие при колике устраняет мед. Бессмертник. Если положить его в одежду, то моль не тронет ее. Крапива. Лучшим видом является зеленая крапива, у которой появились семена. Природа ее горяча во второй степени. Обладает растворяющими свойствами и укрепляет тело, открывает закупорку. Ее семена выводят вредную и липкую влагу из носоглотки и прекращают кровохарканье. Она растворяет слизь, очищает тонкий кишечник, помогает при болях поясницы, укрепляет половой член и увеличивает половую силу. Доза на прием 1,47 грамма. Но крапива вредна для кишечника. Она выводит ту липкую слизь, которая собирается в желудке. Если съесть 2,94 грамма семян, то растворится камень в почке, при этом очистится почки и кровь. Солодка. Это сладкий желтый корень. Природа солодки уравновешена, обладает очищающими свойствами. Если ввести в глаз, то излечит язву в глазу, помогает при плешивости, полезна при кашле, для груди и легких, способствует их очищению. Полезна при болезни печени, растворяет желтую желчь, утоляет жажду, устраняет жжение во время мочи и спускания и очищает почки. Но она не благоприятствует деторождению. Заменителем ее является инжир. Лаванда греческая. Лучшим видом является зеленая лаванда с горьковатым вкусом. Природа ее горяча в первой степени и суха во втором. Обладает смягчающими и открывающими свойствами. Укрепляет нервы и очищает мозг. Если выпить ее сироп, то это поможет при меланхолии. Укрепит органы чувств, не даст состариться, разгонит заботы и беспокойства, ободрит разум. Она растворяет черную желчь и слизь, открывает закупорку, убивает мелких и крупных листов и выводит их. Помогает при болезнях всех органов, расположенных в животе. Полезна при всех видах боли в костях и отравлении всеми ядовитыми веществами. Доза ее на прием 5,88 грамма. Есть ее весьма полезна при болезнях печени и селезенки. Если сделать окуривание, то устранит дурной запах, а также согреет матку, удалит влагу и очистит ее. А если женщины ведут ее в матку, то забеременеют. Если лаванду мелко растолочь и давать ежедневно по 5,88 грамма в течение 10 дней, то она поможет при трясении головы. А если ее цветы настоять на меде или сахаре и давать есть весной, подобно фиалковому варенью, то она развеселит сердце и исцелит все болезни, которые происходят от черной желчи. Заменителем является павелика гладиолус. Это растение похоже на расщепленную луковицу. У него круглые плоды, а также два корня, сидящие один над другим, похожие на мелкие луковицы. Нижний сморщенный и верхний полный. Если верхнюю луковицу съесть свином, то усилится половая потенция. А если съесть нижнюю, то она подавится. Если верхнюю луковицу дать съесть детям, то это поможет при паховой грыже. Если есть ежедневно по 2,94 грамма его корня, то поможет при геморрое. От гладиолуса тело полнеет, а цвет лица делается прекрасным. Если смазать геморроидальную шишку, то это весьма поможет. Полынь горькая. Вкус ее весьма горьк. Лучшим видом ее является свежая полынь с желтыми цветками. Природа ее горяча во второй и суха в первой степени. Обладает открывающими свойствами. Если смешать ее сок с медом и дать выпить, то это поможет при инсульте и желтухе. Повышает остроту слуха и убивает глистом. Вызывает мочеиспускание и месячные. Вылечивает геморрой и делает лицо блестящим. Излечивает застарелые лихорадки. Но она вызывает головную боль. Если ее положить в сундук, то моль не тронет вещи. Если ее растолочь, завязать в хлопчатобумажную тряпку и положить в кипящую воду, а затем приложить глазу с кровоизлиянием, то кровь рассосется. Если отжать ту тряпицу, с нее вытечет кровь. Если 5,88 грамма ее смешать с медом и дать при геморрое, то поможет, а также окажет пользу при трещинах заднего прохода. Если 20,5 грамма ее сварить в воде, а отвар разбрызгать, то она уничтожит блох. Если же сделать окуривание, то все присмыкающиеся покинут дом. Если маслом полыни смазать тело при телесной слабости, то поможет. Ее сироп готовят так. Возьмите 70 граммов травы и размочите в воде в течение суток, а затем сварите, отсидите, прибавьте 353 грамма сахара или меда и варите до сгущения, а затем употребите. Свойства этого сиропа таковы, что он помогает при болезнях печени и желудка, при уплотнении селезенки и желтухи, которые возникают от жара, изгоняет ветры из тела и помогает при колике. Помогает также при всякой болезни мочевых путей и выводит камень с мочой. Заменителем ее является цитварная полынь. Полынь цитварная. Если выпить 4,4 грамма отвара полыни, то изгоняются круглые и плоские глисты из живота. Полынь чернобыльник пижма растворяет камень почек, а также если выпить 8,8 грамма ее сока, то сделает обильной мочу, растворит и выведет камень мочевого пузыря, согреет живот, сделает разреженными влаги и выведет мертвый плод из утробы, а также поможет при болезнях матки и вызовет месячный. Если ее сварить в воде и женщины примут в ванну во тваре, то окажет то же самое действие. Если сделать припарку и приложить к голове, то поможет при головной боли холодной природы. А если отвар ее согреть и налить на голову, то поможет при насморке, простуде и головокружении. Если же сжечь растение и женщины введут ее золу в матку, то это вылечит язву и опухолевые узелки. Сок полыни горькой. Способ ее применения. Возьмите свежий полыни, размельчите, выжмите сок и высушите на солнце, а затем употребите. Природа его горяча и суха, обладает высушивающими и вяжущими свойствами. Помогает при застарелых лихорадках и открывает закупорку печени. Доза его на прием 4,4 грамма. Он очищает желудок от желтой желчи. Его вредное действие устраняет ревень. Заменитель листья горькой полыни в тройной дозе. Полынь самое горькое растение в мире. Горечь ощущается даже при разведении в 10 тысяч раз. В древности победителям Олимпийских игр в награду подносили питье с полынью. Римляне употребляли ее настой как средство для укрепления желудка. Китайцы считали, что если носить в сандалиях свежие листья полыни, восстанавливается аппетит. Путешественникам по морю полынь помогает избежать морской болезни. При волнении хорошо понюхать пучок полыни или положить под подушку. Скорее заснешь. В настоящее время биотерапевт Афанасьева рекомендует с помощью полыни производит тотальное очищение организма от простейших микроорганизмов. Одноклеточных жгутиковых, гемолитического стафилокока, протиуса, кошачьих лямблей, трихомонат и т.д. Которые нарушают обмен веществ в организме, ведут к воспалению тонкого кишечника, разнообразным болезням печени и желчных путей, кожным заболеваниям, диатез, аллергия, крапивница, экзема, псориаз и т.д. Разнообразным простудным заболеванием с выделением слизи. Как показала практика, организм большинства людей заражен этой гноеродной инфекцией из-за неправильного питания, образа жизни. Поэтому регулярный прием отвара полыни, спринцевание ею, весьма действенная процедура, которую необходимо регулярно выполнять. А сам горький вкус стимулирует нашу жизнедеятельность, дает прекрасный тонус. Вкус кофе, дым сигареты, жгучесть алкоголя – это разновидности горького вкуса, которыми приучило человечество себя стимулировать, а заодно и разрушать. Отвар и настойка полыни – проверенное веками средство, дающее столько чудотворных благ. Недаром по-латыни назвали ее Артемзией в честь знаменитой богини Артемиды, открывшей многие целебные свойства травм. Донник лекарственный. Цветы его бывают белые и желтые. Лучший вид донника – желтый, свежий и крепкий. Природа его уравновешена в отношении теплоты и холода. Он обладает растворяющими и увлажняющими свойствами. Его сока можно вылечить в веснушке. Очень полезно принимать в ванну в его отваре. Он помогает при плотной опухоли матки во время беременности, а также при всех видах плотных опухолей и болезнях костей. Доза его на прием – 5,88 грамма. Заменителем является пожитник – повелика. Лучший вид повелика красная, которая имеет семена и растет в тимьяне. Запах ее резкий, а сама она тонкая. Природа повелики горяча и суха в третьей степени. Она вызывает послабление, помогает при кошмарных сновидениях, витилигах, веснушках и шрамах на лице. Она очищает тело, успокаивает тревогу и сердцебиение. Выводит черную желчь, изгоняет глистов, ветры и уменьшает половую силу. Доза ее на прием – 14,7 грамма. Она вредна для легких, ее вредное действие устраняет яблоко. Заменителем является чабрец в равном количестве. Повелика тимьянная. Она обивается вокруг тех растений, поблизости от которых растет, и высасывает их сок. Лучшим видом является тот, который растет на колючке. Природа ее горяча в первой и суха во второй степени. Обладает моющими и сваривающими свойствами. Открывает закупорку печени и селезенки. Вылечивает желтуху. Делает обильными месячными и мочеиспускания. Изгоняет плод из утробы. Выводит плесень из живота. Помогает при болезнях слизи. Укрепляет желудок. Помогает при отрыжке и выводит дурные смешения. Доза ее на прием – 5,88 грамма. Вредна для мочевого пузыря. Ее вредное действие устраняет желуди. Заменителями являются семена цикория и горькая полынь. Аир. Он представляет собой белый и легкий корень, растущий в воде. Лучшим является толстый и ароматный корень. Природа его, горяча и суха во второй степени, обладает разреживающими свойствами. Он просветляет разум и обостряет органы чувств. Помогает при болезнях слизи. Выводит мочу месячные, открывает закупорку печени, почек и согревает их. Он рассасывает уплотнение селезенки, а также очищает кожу лица, как при приеме внутрь, так и при накладывании припарок. Помогает при витилиго, разъедающих язвах и проказе. Устраняет боль поясницы. Останавливает образование густых ветров. Доза его на прием 1,47 грамма. Он увеличивает половую силу у людей с холодной и влажной натурой. Помогает при грыже. Но вреден при горячей природе почек. И у вредной действия устраняет тичий спорыш. Заменителем является гвоздик, а также ревень в двойной дозе. Подорожник. Сущность его состоит из земли и воды. Природа его поэтому холодна и земляниста. Обладает вяжущими и отвлекающими свойствами. Лучшим видом является большой и зеленый подорожник. Природа холодна и суха во второй степени. Его сок помогает при опухолях уха и глаза. Он останавливает кровохарканье и очищает легкие. Помогает он и при язве почек и мочевого пузыря. Прекращает выделение кровавой мочи. Открывает закупорку печени и селезенки. Останавливает образование семени. Помогает при ожогах огнем. А также вылечивает раковые язвы. Доза его на прием 4,4 грамма. Но он вреден для мозга. Его вредное действие устраняет фиалка. А заменителем является щавель. Семена подорожника. Природа их холодна и суха. Лучшими являются сочные, с черноватым и красноватым оттенком. Обладает вяжущим свойством. Помогает при закупорке печени, почек и болезни седалищного нерва. Прием по 8,8 грамма. Семена подорожника способствуют прекращению поноса и останавливают кровотечение любого органа. Но он вреден для легких. Их вредное действие устраняет мед. А заменителем являются семена щавеля огородного. Жасмин. Лучшим является белый и ароматный жасмин. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает разреживающими свойствами. А запах его полезен при головной боли холодной природы, параличе и скривлении лица. Он открывает закупорку мозга. А листья его удаляет с лица веснушки, а также сыпь. Жасмин полезен при болезнях уха и оспи. Сок его делает кожу лица белой и блестящим. Масло его полезно при холодной природе почек, матки, яичек и делает обильным семя. Но оно вызывает головную боль. Его вредное действие устраняет камфора. А заменителем является лилия. Он выводит круглых и плоских, а также ленточных листов, если растереть его с медом и дать выпить. Молочайные. Это растения, которые содержат млечный сок. Используют все растения целиком. Природа их горяча и суха во второй степени и обладает жгучими свойствами. Их млечный сок разъедает больной зуб и выводит с лица шрамы. Все виды молочайных растворяют слизь и выводят слизистую влагу. А если их млечный сок накапать на инжир, высушить и съесть, то растворить слизь в большом количестве и вылечать прыщи. А также разъедается лишнее мясо вокруг ногтя. Они вызывают образование язв и язвочек на коже, но вылечивают проказу. Доза млечного сока на прием 0,18 грамма. Все молочайные ядовиты. Самое сильнодействующее – это млечный сок, затем семена, затем листья. Если смазать тело млечным соком, то он удаляет волосы с тела. Шафран. Лучший вид – это шафран красного цвета. Природа его горяча во второй и суха в первой степени. Он обладает приятным запахом, растворяющими и переваривающими свойствами. Вызывает тяжесть в голове и нагоняет сон. Очищает глаз от бельма. Укрепляет и веселит сердце так, что от избытка радости человек может умереть, если примет 4,4 грамма. Он очень полезен для улучшения дыхания. И делает обильный мочеиспускание. Усиливает половое влечение. И с легкостью выводит плод из утробы. Укрепляет печень и помогает при водянке. Улучшает цвет лица. А также способствует тому, что действие лекарств доходит до самых отдаленных частей тела. Растворяет плотные опухоли. Доза его на прием 0,18 грамма. Если смазывать им заднепроходное отверстие, то усилится половое влечение. Хвощ полевой. Применяют зрелые растения. Природа его холодна и суха в первой степени. Он помогает при слабости десен и укрепляет их, а также прекращает кровохаркание. Помогает при опухоли желудка и печени. Закрепляет естество. Прекращает месячный у женщин. Если сделать припарку, то поможет при язвах кишечника и с легкостью высушит их. Доза его на прием 5,88 грамма. Но он вреден для горла. Его вредное действие устраняет мята. Ревень лекарственный. Природа его горяча и суха в первой степени. Обладает укрепляющими свойствами. Укрепляет печень и желудок. Вылечивает желтуху. Помогает при болезнях почек и мочевого пузыря. Рассасывает уплотнение селезенки, а также помогает при болезни матки. Если сделать припарку, то поможет при грыже и сделает тело блестящим. Доза его на прием 0,91000 грамма. Если человек будет держать его во рту, то с легкостью выхаркнет слизистую мокроту при простуде. Он помогает при кислой отрыжке и паховой грыже. Он вреден для горячей природы печени. Его вредное действие устраняет цикорий или его сок. Заменителем являются барбарис и шафран. Девесил высокий. Лучшим является зеленый и полный корень. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает отрыгивающими и разреживающими свойствами. Помогает при параличе и болезнях нервов холодной природы. Открывает закупорку печени и легких. Уменьшает выделение мочи и семени. Изгоняет глисток. Помогает при болях в костях и пояснице. А также при болезнях седалищного нерва. Рассасывает холодные опухоли. Доза его на прием 4,4 грамма. Но он уменьшает образование крови. Его вредное действие устраняет латук. Заменяет аир. Клещевина обыкновенна. Природа ее горяча и суха во второй степени. Обладает рассасывающими свойствами. Укрепляет нервы и удаляет влагу. Помогает при параличе и искривлении лица. Полезна при выпадении матки. Болезни седалищного нерва и болях в пояснице. Размягчает плотные опухоли и вылечивает экзему. Вызывает пополнение тела. Оказывает вредное действие на легкие. Устраняет его кометь. Заменительными являются семена редьки. Снотворный мак. Бывает черный и белый. Лучший белый вид. Природа его холодна и влажна во второй степени. Обладает снотворным действием. Вяжущими свойствами. А его сок вызывает послабление. Он помогает при язве почек и мочевого пузыря. А также при сильном жжении мочевых путей. Если смешать мак с медом, то сделается обильным семя. Черный мак помогает при горячей природе печени и опухоли почек. Он вызывает пополнение тела и открывает поры кожи. Его сок укрепляет слабые органы. Доза его семян на прием 8,8 грамма. Вреден для селезенки. Его вредное действие устраняет семена фенхеля. Заменителем является сладкий миндаль. Алтей лекарственный. Лучшим является белый вид. Природа его равновешена и влажна в первой степени. Обладает смягчающими и увлажняющими свойствами. Если смазать его отваром волосы, то они станут мягкими и будут хорошо расти. Если из его цветков сделать припарку на голову, то она поможет при менингите. Если его листья сварить в воде и дать выпить женщине, то она легко родит. Он вызывает сварение опухоли и размягчение их. При мочке алтея с уксусом помогают при витилиго. Можно также просто смазать соком алтея кожу и сесть на солнце. Это тоже принесет облегчение. Вреден для селезенки. Бузина черная. Если листья сварить и съесть или выпить отвар, то растворить черную желчь. Если женщины примут в ванну в ее отваре, это размягчит опухоль матки и откроет закупорки. Если смазать ей волосы, то они сделаются черными. Конопля. Природа ее горяча в первой степени и суха во второй. Если съесть семена конопли, то они будут долго перевариваться и выведут ветры. Если сок конопли закапать в нос, то очистится мозг. А если съесть, то выведутся вредные вещества из желудка и изгонятся глисты, а также закрепится живот. Если листья растолочь, отжать сок и вымыть им голову, то это очистит и укрепит волосы. Если сварить ее корень, сделать припарку и приложить к опухолям и роже, то поможет. Есть много видов конопли, радует и веселит сердце, вызывает ложное чувство голода и переваривания пищи. А также есть еще один вид, который рождает печаль в сердце и дурные мысли в голове. Есть вид, который усиливает половую потенцию. Доза лучшего вида от 1,5 до 5,88 грамм. Ее вредное действие устраняет сироп лимонника. Конопля – санитар сада и огорода. Там, где растет конопля, не болеют растения, деревья и кустарники. Нет ли яблоневой продажерки? Картофель не заражается фитофторозом. Одно-два растения конопли, растущие в теплице, избавляют от болезней и вредителей огурцы, помидоры и другие культуры. Привлекают множество пчел. Пчелы, пасущиеся на конопле, не заражаются клещом. Запах цветущей конопли не переносит. Колорадский жук, медведка, тараканы. Рецепт от тлей и колорадских жуков. 150-200 граммов цветущей конопли заливают 2-2,5 литрами воды и кипятят 5-10 минут. Остужают, растворяют. 10-15 граммов хозяйственного мыла, а потом опрыскивают растения или картофель. Семена конопли. Лучший вид семена землянистого цвета. Природа их горяча и влажна во второй степени. Их употребление приводит к обилию семени и вызывает половое влечение. Помогают при болях в спине и почках. Лечат пяточные шпоры. Делают кожу гладкой. Хорошо очищают тело от шлаков. Очень питательны. Способствуют пополнению тела. Так как восстанавливают обмен веществ. Доза на прием 4,4 грамма. Но не вредны для легких. Их вредное действие устраняет сахар. Заменителем является снотворный мак. Ятрышник. У него есть два корня. Один полый, другой полный. Лучшим является полный пахнущий семенем. Природа его горяча и влажна во второй степени. Его употребление увеличивает половую силу. Особенно если человек ежедневно ест по 8,8 грамма его корня. А если положить ятрышник в оливковое масло и съесть, то укрепится половой член. Вызывает половое увлечение. Он полезен для улучшения слуха. Рассасывает слизистые опухоли. И открывает свищевые раны. Помогает при застарелых раковых язвах. Доза его на прием 17 граммов. Но он вреден для желудка. Заменителем являются семена крапивы или люцерны. Ятрышник. Другой вид. Корень имеет две дольки, похожие на шарики. Одна полная, другая с изяном. Цветок его пурпурный. Если полную дольку этого корня съест мужчина, а потом будет иметь соитие, то от него родится мальчик. А если женщина съест неполную дольку, то родится девочка. Если вечером выпить свежий корень с молоком, то увеличится половая сила. А если съесть сухой корень, то уничтожится половое влечение. Барбарис обыкновенный. Лучшим является красный и свежий барбарис. Природово-холодная суха во второй степени. Он обладает укрепляющими свойствами. Кора его корня укрепляет зубы и вылечивает раковую язву. Укрепляет корни волос. Обостряет зрение. Укрепляет сердце и помогает при горячей форме сердцебиение. Укрепляет печень и желудок. Останавливает отрыжку. Закрепляет естество и вызывает аппетит. Если выпить отвар коры его корня, то укрепится печень. Помогает при язвах кишечника и поносе. Доза его на прием 35,2 грамма. Тимьян. Лучший вид свежий тимьян. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает растворяющими и отрывающими свойствами. Выводит слизь из головы и помогает при зубной боли. Если принять с едой, он способствует пищеварению. Выводит ветры и растворяет слизь. Делает обильными мочеиспускания и месячные. Изгоняет глистов. Согревает тело в зимнюю стужу. Прекращает дрожь в теле. Очищает кожу от мелкой сыпи. Доза его на прием 2,94 грамма. Если 8,8 грамма его растолочь. Смешать с водой и медом и выпить. То очистить печень и желудок. Поможет при колите и раствориться влаге. А также он вызовет половое влечение и поможет при слабости. Но он вреден для почек. Заменителем его является мята. Чабрец тимьян. Лучшим видом его является зеленое растение с острым запахом. Природа его горячая и суха во второй степени. Помогает при плотных опухолях. И открывает плотную флегмону. Выводит плоских листов. Изгоняет из утропы мертвый плод. Растворяет камень мочевого пузыря. И выводит. Если выпить 8,8 грамма его с уксусом и медом. То это поможет при холодной форме головной боли. Выведет излишнюю слизь из головы. И очистит мозг. Заменителем его является мелиса. Зверобой. Лучшим является то растение. Которое достигло половой зрелости. Имеет красные стебли. Природа его горячая и суха во второй степени. Обладает разреживающими свойствами. И растворяет черную и желтую желчь. Делает обильными мочеиспускание месячное. Вызывает выкидыши. Если сделать припарку из зверобоя. То рассосется опухоль. Поможет при ожоге огнем. Если его сок выпить в течение 40 дней. То поможет при болезнях седалищного нерва. Болях в бедре. И застарелых лихорадках. Доза его на прием 4,4 грамма. Но он вреден для почек. Его вредное действие устраняет мята. Заменителем является тимьян. Кизил. Он останавливает помост. И помогает при язвах кишечника. В основном он имеет силу боярышника. Горец почечуйный. Птичий. Его семена похожи на проса. Если женщина в течение 40 дней. Будет утром есть натощак. 8,8 грамма его семян. Запивая стаканом воды. И ее муж поступит таким же образом. А затем они будут иметь саити. То у них родится крепкий мальчик. Золототысячник малый. Цветок его красивый. Листья мелкие. А сам он тонкий. Природа его горяча и суха. Во второй степени. Обладает отрывающими и разреживающими свойствами. Помогает при болезнях нервов. Растворяет сырую слизь и желтую желчь. А также разжижает месячные. Делает обильными месячные и вызывает выкидыш. Он выявляет язвенные свищи и вызывает их рубцевание. Помогает при подагре и боли в костях. Рассасывает сыпь. Доза его на прием 1,5 грамма. Вкус его очень горь. Его сок помогает при боли в голове, которая возникла от солнца. Но он вреден для печени. Его вредное действие устраняет цикорий. Тысячелистник полынь. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает отрывающими и разреживающими свойствами. Помогает при простуде и застарелой головной боли. Растворяет желтую желчь. Вызывает месячные. Дробит камень и выводит его. А также рассасывает свернувшуюся кровь. Выводит мелких и крупных листов. Вызывает выкидыш. Если сделать дома окуривание им, то все звери и присмыкающиеся обратятся в бегство. Доза его на прием 4,4 грамма. Его цветок лучше цветка полыни. Поручейник широколистный. Он зовется по-армянски водяной петрушкой. Лучший вид. Имеет острый запах. Обладает отрывающими свойствами. Делает обильным мочеиспускание и вызывает месячные. А также растворяет камень и рассасывает свернувшийся кровь. Согревает почки и мочевой пузырь. Доза его на прием 15 граммов. Он растет в стоячих водах. На стеблях у них липкая влага, которая пристает к рукам. Он приятно пахнет. Если его съесть немного, то он согреет природу тела и вызовет румянец на лице. А также вылечит проказу. Заменитель его петрушка. Костус. Это плотный и ароматный корень. Он бывает сладким и горьким. Лучший вид белый, полный и свежий корень, обжигающий язык. Искусственный костус. Корневище девесила. Но девесил не обжигает язык. Природа его горячая и сухая во второй степени. Обладает отрывающими и вытягивающими свойствами. Помогает при болезнях нервов холодной природы, параличе, искривлении лица. Помогает при экземе головы и выводит веснушки. Укрепляет корни волос. Он приводит в действие кишечник. Вызывает месячный и убивает глистов. Умеряет жар печени. Выводит с рвотой желтую воду. Изгоняет плод из утробы. Усиливает половую потенцию. Согревает остуженные члены. Удаляет следы от оспы, язвы и витилиго. Доза его на прием 1,5 грамма. Вреден для почек. Заменителем его является слюногон в половинной дозе. Горячавка. Это длинные корни. Своим желтым цветком они напоминают ревень. Природа ее горячая и суха во второй степени. Обладает открывающими свойствами. Открывает закупорку печени и селезенки. Помогает при их уплотнении и охлаждении. Размягчает их. Делает обильными мочеиспускание и месячный. Изгоняет плод. Подавляет половое желание. И в смеси с хной прекращает месячный. Очищает кожу от витилиго. Доза ее на прием 1,5 грамма. Но она вредна для здоровой печени. Ее вредное действие устраняет ревень. Чистотел большой. Это тонкие корни желтого цвета. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает очищающими и промывающими свойствами. Если ввести в глаз, то обострит зрение и выведет бельмо. Открывает закупорку печени. Делает обильные мочеиспускания. Очищает ногти от белых пятен. Вылечивает проказу и растрескивание ногтя. Если выпить его отвар, то это поможет при болях в костях. Доза его на прием 1,5 грамма. Еще одно важное свойство чистотела и сока его листьев это отрывающие. Если смазать его соком бородавки, то они сойдут. Если применять в виде клизм на 2 литра воды 1 столовая ложка сока чистотела, то оторвет и выведет полипы из толстого кишечника. Душица. Природа ее горяча и влажна. Она веселит сердце. Обладает высушивающими и растворяющими свойствами. Открывает слизистую закупорку. Помогает при холодной форме, головной боли и желудка. Льнянка обыкновенная. Семена ее очень горькие. Растет в горах и на каменистых местах. Другой вид растет по берегам рек и у подножия гор. А третий вид растет в сорных местах. Лучший вид средний. Если человек будет пить сироп льнянки, начиная со временем вступления солнца в созвездие Овна, то он в течение года не будет бояться никаких ядов. Пьют сироп льнянки по 3 или 4,04 грамма. Его нужно смешать с небольшим количеством оливкового масла. Кувшинка. Применяют душистую и свежую кувшинку. Природа ее холодная и влажна во второй степени. Она нагоняет сон и успокаивает. Помогает тому, кто страдает бессонницей. Прекращает понос и подавляет половую потенцию. Припарка из нее помогает при витилиго. Заменителем является фиалка. Фиалка. Лучше всего фиалка насыщенного цвета и с сильным запахом. Природа ее холодна и влажна во второй степени. Обладает размягчающими свойствами. Если нюхать ее, то успокаивается головная боль, возникшая от жары. Если смазать ее голову, то это увлажнит ее и нагонит сон. Фиалка помогает при кашле, возникающем от жары. Размягчает грудь и печень. Ее масло помогает при уплотнении костей. Вызывает послабление. Следует брать 14,7 грамма свежей и 5,88 грамма сухой фиалки. Она вызывает послабление. Ее вредное действие устраняет айва. Если хорошенько растолочь цветки, фиалки, отжать сок, смешать с сахаром и дать выпить детям при выпадении заднего прохода, то поможет. Заменителем ее является кувшинка и солодка в той же дозе. Хвощ полевой. Если сварить его отвар и выпить, то он поможет при паховой грыже. Весьма полезен для почек и мочевого пузыря, а также для желудка, печени и легких. Очень помогает при слабости мышц. Если сделать припарку и приложить к яичкам, то рассосется опухоль. Если же варить хвощ в воде до тех пор, пока останется половина воды и выпить, то это поможет при слабости сердца. А если женщина каждое утро будет пить по большому кубку его отвара, то очень пополнеет. Лицо ее станет чистым и она похорошеет. Хвощ очищает мужские половые органы. Мелисса лекарственна. Лучше всего та, что приятно пахнет. Природа ее горячая и суха во второй степени. Она обладает разреживающими и растворяющими свойствами. Помогает при закупорках мозга. Делает приятным запах изо рта. Веселит сердце и укрепляет его. Помогает при всех черно-желчных болезнях. Устраняет страх и сердцебиение. Согревает желудок. Рассеивает ветры. Способствует перевариванию пищи. Укрепляет печень. Прекращает выделение слизи. Вылечивает экзему. Доза ее на прием 3 грамма. Заменителем является 1 третья кожуры лимона. Базилик. Лучшим является растение с синими листьями. Природа его горяча во второй и суха в первой степени. Обладает растворяющими свойствами. Если его сок закапать в глаз, обострит зрение. Если съесть, то сделает обильным мочеиспускание. Помогает при болезни желудка и способствует перевариванию пищи. Если его сок отжать и выпить, то он не даст женщине забеременеть. Он делает приятным соитие. А если сок закапать в ухо, то может вылечить глухоту. Если пожевать немного базилика, когда солнце вступит в знак овна, то в тот год не будешь знать зубной боли. Заменителем является мелиса. Пустырник. Он растет среди камней. Запах его похож на винный. А корень у него черный и круглый, как яблоко. Удаляет бородавки. Если выпить 3 грамма его плодом, то вызовет удивительное сновидение. Луковица нарцисса. Она обладает горячей природой. Если выпить 8,8 грамма с медовой водой, то вызовет рвоту и убьет всех листов. А если выпить 11,7 грамма с медовой водой, то вызовет выкидыш. Если луковицы нарцисса смазать половой член, то это очень укрепит его. Если 3 луковицы размочить в течение суток в молоке, растереть и смазать половой член, кроме головки, предупреждаю, кроме головки, то это укрепит его у страдающих половым бессилием и принесет огромную пользу. Данное свойство нарцисса особенно ценно. Алоэ. Применяют сок растения, похожего на лилию. Природа его горяча и суха во второй степени. Обладает высушивающими свойствами. Очищает голову от избытка влаг. Не дает волосам выпадать. Излечивает язвы, но вреден при геморрое. Пинья. Лучшим видом орешков пиньи являются белые и свежие. Природа их горяча в первой и суха во второй степени. Очень питательны. Плоды ее полезны при кашле холодной природы и астме. Они увеличивают выделение семени и усиливают половую потенцию. Если орешки пиньи растолочь, смешать с семенами огурца и съесть, то это сделает обильным мочеиспусканием и поможет при язвах почек и мочевого пузыря. Если же плоды смешать с медом и съесть, то усилится половая потенция и очистится мочевой пузырь и почки от камней и песка. Если ее орешки съесть с бекмесом, то это очистит все тело. Сено. Она же Александрийский лист. Применяют зеленые листья. Природа ее горяча и суха в первой степени. Обладает послабляющим действием. Укрепляет сердце и растворяет желтую желчь и слизь и выводит их. Доза ее на прием 14,7 грамма. Но она нагоняет на человека печаль. Вредна для мочевого пузыря. Ее вредное действие устраняет фиалка и слива. Пыри. Лучшим видом является свежий пыри. Природа его холодная и суха в первой степени. Он делает мочеиспускание обильным и растворяет камень. Помогает при язве мочевого пузыря. Доза 4,4 грамма. Но перед употреблением его нужно сварить. Если из семян приготовят густую эмульцию и выпить, то она раздробит камни почек. Он вреден для селезенки. Его вредное действие устраняет фиалка. Мать и мачеха. Это растение имеет желтый листок и растет по берегам вод. Природа ее уравновешена, обостряет зрение. Помогает при кашле и удушье. Припарка из ее листьев сразу вскрывает гнойники. Лилия косатик. Лучшим является голубой вид, который веселит сердце. Обладает сваривающими и размягчающими свойствами. Ее сироп помогает при слабости сердца, болезнях печени и селезенки. Рассасывает уплотнение матки. Помогает при закупорке. Увеличивает половую потенцию. Рязка. Лучшим видом является рязка, растущая в пресной воде. Природа ее холодна и влажна во второй степени. Обладает отвлекающими свойствами. Если сделать припарку из рязки на область кишечника, то может вылечить опухоль. Она полезна при горячей форме, подагре и болях в костях, но вредна при холодной природе костей. Камфора. Природа ее холодна и суха во второй степени. Это одно из немногих растений, обладающих сильными, охлаждающими и успокаивающими свойствами. Поэтому она укрепляет силы при всех болезнях горячей природы. Помогает при сердцебиении и укрепляет душевные силы. Утоляет жажду. Не дает оспе повредить глаза. Доза ее на прием 0,18 грамма. Ее вредность состоит в том, что она не годится при всех болезнях холодной природы. Вызывает раннее поседение волос. Прекращает выделение семени при соитии. Если же ее дать с гранатовым соком, семенами португалки и снежной воды, то прекратится выделение семени у человека, и он быстро состарится, а также вызовет образование камней в почках и мочевом пузыре. Если ее нюхать, то вызовет сонливость. Ее вредное действие устраняет фиалка и кувшинка. Заменителем камфора в двойной дозе является янтарь. Вика чечевицеобразная. Ее природа горяча и суха во второй степени. Обладает очищающими и открывающими свойствами. Улучшает цвет лица. Делает обильным женское молоко и устраняет набухание молочных желез. Очищает грудь и легкие от вредной влаги. Помогает при витилиго и веснушках, если смазать кожу. Валериана. Это мелкие орешки. Лучшими являются свежие с острым запахом. Природа ее горяча и суха во второй степени. Обладает открывающими свойствами. Выводит мочу и вызывает месячные. Открывает закупорку печени. Укрепляет матку. Доза ее на прием полтора грамма. Но она вредна для почек. Ее вредное действие устраняет сок солодки. Согласно оккультным учениям, валериана относится к категории жизнедателей. И значение ее приравнивается к значению крови в организме. Является кровью растительного царства. Ее рекомендуется принимать ежедневно и постоянно, не делая перерывов, рассматривая ее наравне с ежедневной пищей. Можно принимать настойку на спирте без примесей. Доза от 10 до 25-30 капель. Но лучше пить валериановый чай, настойный на корнях, 1-2 раза в день. Комментарии для лучшего использования травм. Первое. Правильная заготовка растительного сырья имеет огромное значение в донесении его целебных свойств до потребителя. Тибетское семичленное избранное руководство поможет нам в этом важном вопросе. Первое. Растение должно быть собрано с определенных мест произрастания. Второе. Растение должно быть заготовлено в определенные сроки. Третье. Следует отобрать хорошие экземпляры и засушить. Четвертое. Собранное сырье должно быть свежим. Пятое. Необходимо вывести яд из собранного сырья. Шестое. Собранное сырье должно быть мягким. Седьмое. Собранное сырье хранить, сгруппировав по совместимости. Пояснение. Растения растут в разных местах. Некоторые места чисты и преисполнены всеми благостными признаками. Средние гори, горные долины. В наше загрязненное время необходимо удаляться для сбора трав как можно дальше от промышленных зон. Подальше от человеческого жилья. Древние советовали обходить кладбище. Места с нечистотами. Леса, сожженные огнем. И территории, опустошенные насекомыми. В жарких местах, средней горе. Много растений, обладающие горячительными свойствами. В прохладных местах с проточной водой растений с прохладительными свойствами. Второе. Растение должно быть собрано в определенные сроки. Корни, ветви и стебли. Эти три части относятся к разряду стебля. Излечивают болезни костей, мяса, сосудов. Необходимо их собирать осенью, когда соки засыхают. Листья, млечный сок и черешки относятся к разряду листьев, излечивающих болезни полых органов, костного мозга и коленных суставов. Их необходимо собирать после распускания листьев. Цветки, плоды и семена относятся к разряду плодов, излечивают болезни глаз, лица и головы. Их необходимо собирать осенью, в пору полного созревания. Цветы, естественно, нужно собирать весной. Кора, кожица и смола относятся к разряду смолы коры, излечивают болезни кожи, сухожилий и суставов. Их необходимо собирать в пору набухания почек. В трактате Дудзи Лундхэм о сроках сбора говорится следующее. Стебли бери сочными, корни копай весной, листья бери летом, цветок бери в разгар лета. Плоды собирай осенью, смолу бери весной и осенью. Слабительные лекарства на растения надо собирать осенью, когда соки высыхают и сила трав направлена вниз. Рвотный в период распускания почек, когда сила трав направлена вверх. Особенно хороши сборы в период прибывающей луны. В трактате Барадалайджуд сказано, что в период от седьмого дня лунного месяца до пятнадцатого, это вторая четверть луны, лекарственное растение превращается в нектар. Лекарство, собранное во время солнечных и лутных затмений, превращается в яд. Собирать лекарственные растения надо аккуратно, не допускать, чтобы на них попала слюна или грязь. Третье. Следует отобрать хорошие экземпляры и засушить. Для сушения растений надо раскладывать и во время сушки их не ломать. Растения с прохладительными свойствами необходимо сушить в прохладном месте в тени, а с горячительными в теплоте огня или на солнце. Растения необходимо беречь от дыма и посторонних запахов, в том числе от запахов других лекарственных растений. Высушенные таким образом растения имеют безмерную силу. Четвертое. Растение должно быть свежим. Масло и огонь ни на миг нельзя соединять. Точно так же свежее лекарство или лекарственное сырье, годную к употреблению, нельзя смешивать со старым, ибо свежее потеряет силу. Растения с потерей своего запаха теряют свою силу. Если высушенные листки цветов, в смысле цветки, теряют окраску, значит исчезла их сила. Хорошие плоды деревьев даже при длительном хранении, в отличие от травянистых, не теряют силы. Пятое. Вывести яд. Сами по себе не ядовитые корни имеют яд в кожуре, а стебли имеют яд в ветвях. У ветвей узлы ядовиты, у листьев черешок, у цветка чашечка, у плодов косточка. Но в тех растениях, которые представляют собой молоко, заключенное в косточках, они необходимы. Млечный сок, сердцевина и смола не содержат яда. У наростов яд в кожуре. У мякоти плода яд может быть в кожице. Лекарства без яда мягки и легко всасываются. Не ядовитые корни и листья, которые идут в лекарство в чистом виде, надо собирать отдельно. Некоторые растения нельзя собирать вместе с корнями, листьями и цветами. Такие сборы не считаются лекарственными. Последние два правила семичленного избранного руководства собранное сырье должно быть мягким и хранить его сгруппировал по совместимости, поясняется в рецептурных справочниках. Но и без этого становится ясно, что нельзя вместе хранить растения, обладающие горячей и холодной природой. Это же правило необходимо учитывать и при составлении лекарственных сборов. В противном случае горячие свойства будут нейтрализовать холодные. Также необходимо учитывать вкусовые качества. Растения свежими считаются в течение года, а потом сила теряется. Поэтому надо использовать их за год. Для жаропонижающего состава конь, а конем называется вещество, которое доставляет целительное начало пораженному участку организма, либо вообще вводит его в организм, считается снеговая вода. Для состава против холода конем будет сахар, патока, мед с кипятком или горячей водой. Купание в утренней росе. Человеческий организм через кожу может впитывать в себя небольшое количество воды. Вода после солнечного света является второй по силе источником энергии. Свободные электроны, находящиеся в избытке в воде, через акупунктурные точки на коже, проникают в организм и разгоняются в нем, используя эффект натягивания протонов до колоссальных скоростей. В результате этого образуется канал сверхпроводимости, сверхтекучести. Происходит не только выработка энергии. Таким образом вырабатывается гораздо больше энергии, чем посредством питания. Получение энергии через кожу и обычное питание – антагонисты. Чем больше человек есть, тем меньше энергии вырабатывается в китайских каналах и наоборот. Голодание усиливает и тренирует механизм забора энергии из окружающей среды. Ну и досталка веществ поверхности кожи вглубь организма. Все эти явления наблюдаются в китайских каналах, связывающих акупунктурные точки с внутренними органами. Растение по утрам выделяет целебные вещества, которые накапливаются в утренней росе. Впервые об этом рассказала ясновидующая Ванга. Она же посоветовала использовать утреннюю росу и отвары трав через кожу, указывая на лучшую действенность кожного питания, нежели через рот. Для того, чтобы сохранить росу, необходимо выйти на поляну, на которую выпала роса, расстелить чистое полотно или простыню, собрать росу с растения, а затем завернуться в мокрое полотно. В результате этой процедуры вы окажете большую энергетическую и целебную поддержку своему организму. Также можно использовать отвары трав. Сон на подушке из трав. А вы пробовали спать на подушке из трав? Сон легкий, сладкий, а проснешься – бодрость во всем теле. Наволочки для подушек делаются из хлопчатобумажной ткани. Причем для лета ткань можно подбирать остужающую, а зимой – согревающую. Траву нельзя пересушивать и использовать больше года. Подушки следует периодически проветривать. Вот некоторые варианты набивки. Трава папоротника мужского – 3 части, бессмертника песчаного – 1, мяты – 5, хвои сосны – 3. Эмманации квойных деревьев дают особую жизненность всему окружающему. Они очищают атмосферу и изгоняют различные нежелательные сущности, которых так много вокруг человеческих ау. Этому же способствует эмманации мяты, тому же она способствует охлаждению. Отсюда вариант номер 1 подходит для людей, которые беспокойно спят. Он особенно хорош в жаркое время года. Второе. Душица – 1 часть, листья хмеля – 3, пижмы – 2. Третье. Полынь – 1 часть, чабрец – 1 часть, молодые листья тополя – 2. Вариант 3 больше подходит для людей, страдающих головными болями, устающих за день и ложащихся спать с распухшей головой. Но им нельзя увлекаться. Как только боли исчезнут и голова станет свежей, используйте другой вариант, иначе тополь может отсосать ваши жизненные силы. Четвертое. Чабрец – 1 часть, шишек хмеля – 2, полыни при цветении – 1. Пятое. Листьев хмеля – 2, папоротника мужского – 3, тысячелистника – 1. Шестое. Листьев черной смородины – 2 части, лепестков цветка шиповника – произвольно, мяты – 1 часть. Седьмое. Розмарин – 2 части, мяты – 1, пижмы – 2. Состав необходимо менять в зависимости от индивидуальной восприимчивости к травам. Попробуйте воспользоваться явлением биоэнергетического резонанса и набить подушку травами и цветами, соответствующими вам согласно гороскопу. Помните, все течет, все меняется. Одни травы и цветы будут больше подходить в жаркое время года, другие в холодное, одни в молодости, другие в зрелости и так далее. Пробуйте и ищите свое. Биоэнергоинформационный резонанс между цветами и людьми. Цветы своей формой, запахом, цветом и другими свойствами способны вступать с человеком в биоэнергоинформационный обмен. В некоторых случаях он благотворно влияет, а в других нет. Вы на собственном опыте знаете, что есть люди, не переносящие один вид цветов и обожающие другие. Вот рекомендуемое соотношение цветов и людей, рожденных под определенным знаком зодиака. Данная классификация заимствована мной у астрологов школы Павла Глобе. Овен – Жасмин, Душистый Горошек, Близнецы – Роза, Лев – Гладиолус, Весы – Календула, Стрелец – Нарцисс, Водолей – Фиалка, Телец – Ландыш, Рак – Жимолость, Дева – Астра, Скорпион – Хризантема, Козерог – Гвоздика, Рыбы – Лилия Белая, Лотос. Помните следующее. В присутствии ландыша гибнут все другие цветы. Он отсасывает энергию. Подорожник и алоэ действуют так же. Вот почему их прикладывают к кранам, порезам и нарывам. Тополь угнетает другие деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова